У Николая Чудотворца были очень праведные родители Нона и Феофан. Они очень просили сына у Бога, и он им даровал Николая. Николай Чудотворец родился в Малой Азии. В городе Потара. С самого детства у него уже была любовь к церкви и многие способности. Николай был удивительным ребенком. Когда его крестили, он простоял три часа. Все три часа на своих ножках, еле-еле. Николай Чудотворец с детства не увлекался никакими играми, и ему неинтересно было быть со сверстниками. Ему важен был Бог, и часто он ходил в храм. Когда он подрос, он быстро научился читать. И читал разные духовные книги, Евангелия, и решил, что хочет связать свою жизнь с Господом. У Николая Чудотворца был дядя архиепископ Ватары. И он предложил его родителям, чтобы тот стал священником. И когда его дядя рукополагал Николая, то изрек пророчество, что он будет помогать тем, кто попал в беду. И он узнал, что у него в городе есть человек, который сначала был богатым, а потом он обеднел. И до того обеднел, что он хотел продать своих дочерей троих в рабство. Но Николай Чудотворец подкидывал ему мешки с золотом, чтобы он не отдавал их в рабство. И когда тот бедный человек узнал, что это он? Бедняк с благодарностью побежал за Николаем Чудотворцем и расцеловал ему ноги. Тогда Николай стал просить его, пожалуйста, не рассказывай никому, я не хочу гордиться этим поступком. И когда Николай узнал, что он рассказал, то он решил уплыть. И Николай решил поехать в Палестину. Когда они плыли с моряками, поднялась страшная темная буря. И Николай Чудотворец стал на колени, начал молиться, и буря утихла. Но случилась новая беда. Один матрос залез на мачту, чтобы починить паруса, и упал намертво. А Николай Угодник взял его руку и исцелил его. Он помолился Богу, чтобы тот человек ожил. Матрос вдохнул и открыл глаза. На обратном пути он решил не возвращаться в Потару. Так как ему не нравилось, что в своем родном городе его все узнают. А ему не хотелось похвалы. И тогда он переехал в соседний город, который назывался Мир. Там скончался архиепископ. И епископы все спорили, кто станет архиепископом. Было видение, что первый человек, который придет в эту ночь в храм и будет с именем Николай, должен стать их архиепископом. Он избран Богом. Тогда тот епископ встал около ворот церкви и стал ожидать. Когда Николай опять пришел рано утром в церковь, епископ подошел к нему и спросил, «Как тебя зовут, Чада?» Тот ответил, «Мое имя Николай». Тогда он понял, что этот человек и есть Божий избранник, потому что он обладал смирением. И избрали его архиепископом. Тогда проходил Микольский собор. И был тогда очень страшный еретик Арий. Стал богохульствовать и говорил плохие вещи про Бога. Николай Чадотворец не сдержался и ударил его по щекам. Все люди начали дивиться и осуждать за это Николая. Но Господу это было угодно, ведь это было по ревности его. И люди поняли, что он это сделал ради Бога. Николай помогал многим людям, в том числе морякам и тем людям, которые осуждены неверно. К нему ангелы приходили и говорили, кому надо помочь и где надо помочь. После блаженной кончины Николай приходит к тем людям, которые просят его о помощи. Сейчас мощи Николая хранятся на баре в Италии. В некоторых странах Европы он считается прообразом Санкт-На Клауса, в которого верны дети. Санкт-На Клауса Санкт-На Клауса Продолжение следует...